ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мы получаем прощение грехов. Потом мы читаем Библию и продолжаем читать Библию. Сегодня утром мы сегодня прочитали слово. Иисус говорит, сколько же лучше человек овцы. Так ведь написано? Да, кто не знает, что человек лучше, чем овцы? Все знают об этом. Но Иисус говорит о том, что человек лучше, чем овцы. Поэтому этому человеку, у которого сухая рука, исцелить его, как это хорошо, несмотря на то, что сейчас суббота. Иисус говорит о том, что «ты лучше для меня», другими словами. Мы, злые, грязные, скверные, лукавые, кого-то ненавидим, ругаемся, ссоримся. Да, мы такие люди. Однако сердце Иисуса, Иисус же, говорит о том, что эти грязные люди, ценные люди для Него. Да, у нас есть только то, за что нам будет стыдно. Когда мы смотрим на себя, у нас есть только грязные. Кстати, я часто уже свидетельствовал об этом. Мы в городе Чинчжо проводили концерт Рожестерской контакты, и потом должны были переехать в другой город. И братья и сестры церкви города Хапчон сказали, «Пастор Пак, да, конечно, мы в деревне, но приезжайте к нам в церковь. Они пели песню, чтобы я приехал к ним». Да, они пели. «Пожалуйста, приходите в Хачомскую церковь, это хорошая церковь. Пастор Пак, приезжайте к нам». На самом деле, знаете, не было повода, чтобы пойти в церковь города Хапчон. Но в тот вечер мы позвонили в церковь города Чинчжо и сказали, что мы поедем в церковь города Хапчон. Мы приехали туда где-то часов 11. Братья и сестры, которые участвовали на концерте, они еще не успели вернуться домой. И потом прошло немного времени, и они все пришли к нам. И где-то 12 часов ночи, из-за того, что пастор Уксупак приехал, они провели собрание, и я передавал слово для них. После слова, где-то 12 часов вечера или почти час ночи, но одна сестра подошла ко мне. Она подошла ко мне и со слезами сказала, «Пастор, я больше никак не могу жить». Знаете, в таких ситуациях, что должен сказать служитель? «Хорошо, умрите», так надо сказать. Она говорит, что «я больше не могу жить». Тогда на самом деле, да? Как сделать, чтобы этой мысли не было в ее сердце? Она рассказала про своего мужа. Ее муж каждый день пьет очень крепкий алкоголь по 12 бутылок. И знаете, когда он перестал пить, тогда в этом районе прибыль от продажи алкоголя уменьшилась, потому что он ежедневно выпивал по 12 бутылок, и это сократилось, представляете? Ну, в общем, я общался с этой сестрой, и я говорю с сестры, «Сестра, не нужно плакать, приведи завтра твоего мужа ко мне на общение». Прошло 22 года, как они женились, и на протяжении двух лет он не пил, а потом, оставшиеся 20 лет, он пил. Когда супруга возвращается домой с работы, в комнате одна бутылка, во дворе одна бутылка, и для нее было самой большой тяжести убирать бутылки за мужем. Если так тяжело, нельзя ли было нанять какого-то человека, который будет вместе на нее собирать бутылки? На следующий день, рано утром, она пришла со своим мужем. Ее муж, знаете, работает на горе, собирает дрова. Вообще, он всей душой трудится. Поэтому он собирает дрова, которые будут использовать в церкви. И прямо ровно-ровно все, все дрова ровно отрезаны. В этом плане он очень хорошо работает, но никак не может бросить пить. Много раз принимал попытки для того, чтобы перестать пить. Да. Он говорит о том, что я перестану пить, и каждый раз потом мучается. Я очень счастлив, что стал пастором. Почему? Потому что Библия рассказывает нам о мире души. Да, люди своими решениями хотят перестать играть в азартные игры или употреблять наркотические вещества, или перестать пить. Однако, эта проблема связана с тем, что злой дух дает нашим сердцем желание похотливое, желание употреблять наркотические вещества, или играть в азартные игры. И сила, которая может победить злого духа, это не мои решения. Сатана не может победить... Как бы я не хотел употреблять наркотические вещества, как бы я не говорил себе о том, что я не должен... Да, конечно, когда мы говорим себе, мы говорим себе эти слова. Однако, когда мы видим наркотические вещества, сразу же появляется желание употреблять наркотические вещества, и поэтому вдруг все наши желания куда-то пропадают. То же самое и Петр. Перед Иисусом Петр говорил о том, что он не отрекется от Иисуса. Однако перед римскими солдатами, куда делалось его сердце это, куда делалась его уверенность такая? Что я хочу сказать, что этот брат, он многократно пытался перестать пить, но у него не получалось. Я говорю брату, брат, ты должен перестать пить! Нет, эти слова все равно ему не помогут. Я должен дать ему силу, которая позволит ему перестать пить. А сила, которая позволит перестать пить, это вера в Иисуса. Вера в Иисуса позволит перестать пить, а вера в Иисуса совершается в нашем сердце. Тогда смотрите, этот брат, если он приобретет веру в Иисуса, вот что важно на самом деле для него. Я сказал, до сих пор я помню тот день, этот брат выпивает по 10 бутылок алкоголя. Поэтому утром просыпается, открывает две бутылки и наливает себе в тарелку, да? И он целый день пьет, не ест. Но желание, которое хочет победить алкоголь, дьявол дает желание, чтобы пить, поэтому он пьет. И чтобы это победить, есть только сила Иисуса Христа. Вы просто не знаете. Только Иисус может победить дьявола. Как мы можем своей силой победить дьявола, скажите? Поэтому, когда появляется связь между мной и Иисусом, тогда появляется сила. Алкоголь? Нет, даже если не алкоголь. Что-то очень крепкое или что-то очень плохое. Перед Иисусом это ничто. В сердце этого брата важно, чтобы мы создали в нем веру в Иисуса. Поэтому я посадил брата перед собой, сестра сидела рядом, и я открыл Посланник Евреям, 10 главу, 14 стих. К Евреям, 10 глава, 14 стих. Обычно люди просто читают и забывают. Однако это слово удивительное. Знаете, почему это удивительное слово? Вам надо прочитать самим. Что там написано? Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Смотрите, как здесь написано. В это слово, когда мы понимаем, это непросто. Знаете, почему непросто? Все мы думаем о том, что, ну вот, я же ругаюсь с супругой, обманываю, злюсь. Да, ругаюсь на мужа, говорю детям, вы гады, идите умрите. Да, мы такие люди. Правильно? И какой такой человек может сказать, что он совершенный? Не может сказать. Да, мы несовершенные. Поэтому мы говорим, я хорошо ругаюсь. Есть же такие, да? Один пастор в нашей церкви, он вырос под воспитанием бабушки, поэтому очень хорошо ругается. Когда я познакомился с бабушкой, знаете, ко всем словам он добавляет, то есть она добавляет ругательные слова. Она обязательно добавляет ругательные слова в своей речи. И когда я слушаю ее, даже я удивляюсь, как так можно разговаривать. Вы, конечно, просите, что я не могу приводить пример, как она разговаривает. Но мы такие люди. Но такого человека, такой человек стал чистым, стал святым, стал праведным. Но как такое может быть, казалось бы? Так как будто это не касается нас. Пастор Ким Ги Сонг, вчера мы его пригласили в студию и общались. Вы смотрели интервью с ним? Что он говорит? Что, находясь в полиции, в тюрьме, он побывал, поменял полностью 32 тюрьмы. Теперь пастор Ким Ги Сонг, если читает лекции для заключенных, заключенные меняются. В этот раз мы показали в документах, что где-то 3% заключенных совершали проблемы. А после того, как он начал работать в тюрьмах, в этих тюрьмах преступность уменьшилась до 0%. И теперь он открыл теологической школы. И все равно они заключенные, ничего не делают, поэтому для них проводят занятия изучения Библии. И те, которые совершили серьезное преступление, их совершают пожизненно. И их он обучал, и сделал их служителями теперь. Вы не ходили, да, в тюрьму? Может, кто-то из вас был в тюрьме? Я много раз посещал тюрьмы, тюрьма города Суона и тюрьма города Дэчжон. И я воспитывал заключенных, учил их. И люди, которые находятся в тюрьме, человек по имени Кинг Ви Сон, когда он сидел в тюрьме, он был самым ужасным заключенным. И он много раз похищал охранников. Я у него однажды спросил, а как так получилось, что ты смог похитить охранников? И он говорит, пастор, если захотеть, тогда все получится. Я даже не мог поверить. И поэтому я попросил, можешь рассказать пример, как ты похищал заключенных охранников? Тогда он рассказал один пример. И он чем занимался в тюрьме? Он занимался отоплением тюрьмы. И есть специальный прибор, который заталкивает дерево. И он говорит, пастор, если захотеть, все возможно сделать в тюрьме. И что он сделал? Вдруг пришла одна мысль, и поэтому он нагрел в огне наконечник этого инструмента, и потом сделал дырку в стене и сломал наконечник, и отломал где-то 10 сантиметров, и потом закопал в земле, чтобы никто не знал. И каждый день, когда работал, он начал точить этот острый кусок железа, и через месяц оно превратилось в нож. И когда я его послушал, да, действительно, это возможно. И потом этот нож положил в карман, шел в париколитур, и увидел охранник, который мучил его, и приложил нож к шее, говорит, охранник, говорит, что ты делаешь, что делаешь? Тихо. Послушай меня. Я не хочу смотреть на тебя, поэтому хочу уйти в иной мир. Однако, в этом мире всегда такие, как ты, мучили меня, поэтому я не хочу один уходить. Давай вместе пойдем. И этот охранник так испугался. Но как выжил этот охранник? Руководство всю ночь размышляло, как спасти этого охранника? И рано утро взяли большой стол и разобили стену. Да, они пострадали, конечно, но выжили. И после этого охранники, когда видели Кингисон, они прятались от него. И он думал, да, но надо примерно быть таким. Однако, однажды в тюрьме из-за человека Кингисонга всем было непросто. И поэтому, что они сделали? Пригласили очень взрослого, пожилого пастора, и чтобы этот пастор взял Кингисонга как приемного сына. И поэтому он начал его называть отцом. И этот пастор дал ему средства и вещи давал, которые нужны для проживания в тюрьме. И однажды этот пастор позвал Кингисон, да, отец, послушай, в той камере, где ты находишься, там находится очень страшный еретик, который ходит в церковь Уксупака. Ни в коем случае не общаешься с ним, понял? Знаете, он даже не знал, что в его камере есть такой человек. И поэтому он встретился с ним и говорит, эй, послушай, ты что, из церкви Уксупака, что ли? Говоришь, что у тебя нет греха? Да, у меня нет греха. Послушай, тогда если у тебя нет греха, что ты здесь делаешь? И вот такой разговор начался между ними. Да, если у тебя нет греха, зачем ты находишься в тюрьме? Однако, те слова, которые вышли из того человека, который говорил, что нет греха, для Кизанга казалось, что эти слова бьют его. Потому что, что он сказал, уважаемый? Да, я совершил очень много греха. однако, я получил прощение за них. И Кизан был сильно удивлен, услышав эти слова. Этот человек по-настоящему совершил много греха. и есть тех пострадавшие, правильно? Сначала его даже приговорили к смирной казни из-за сильного преступления, а потом наказание перевели на пожизненное. И каждый раз, когда он встречается с этим заключенным, он говорил, ой, да лучше я один умру и все. Выходи. Да, я умру. Все равно один раз придется умереть, не дважды же. хотя так говорил. Но что самое интересное, что когда он находится в одиночестве, тихое время, тогда он думал о семье, пострадавших от него. и когда он думал о тех людей, которые из-за него мучаются, сам чувствовал страдание. И не было способа решить эту проблему. Он говорил просто, да все равно я один раз рано или поздно умру, какая разница? Однако, когда сам находится в одиночестве, он думал, как этот грех мучает его? Да, хотя он так громко говорил, однако, он внутри же страдал. Самое интересное, что ему хотелось освободиться от этого греха, однако, тут есть человек, который освободился от греха. Поэтому ему хотелось, я тоже хочу освободиться от греха. Как? Я тоже хочу быть таким, как он. Я хочу освободиться от этого страдания, от этого мучения. Действительно, Господь Бог. Вот попробуйте стать пастором. Я не понимаю, почему вы не становитесь пастором. Да, пресвектор Хан, он занимается китайской медициной, разрабатывает лекарства. Зачем? Лучше стать пастором. Попробуйте стать пастором. Тогда вы сможете увидеть удивительный мир. А также, да, бывают трудности, бывают тяжести. Были годы, когда я был голодным, однако, я был счастлив. Почему? Потому что люди освобождаются от греха. Когда я вижу, как люди освобождаются от греха, такая радость на душе, такое счастье на сердце. Этот человек совершил очень много преступлений, и в тюрьме он был очень известным преступником. и хотя он хочет освободиться от греха своего, но у него не было способа, и поэтому просто говорил, да ладно, ничего страшного, я же все равно рано или поздно умру, поэтому буду совершать преступление как мне хочется, буду жить как мне хочется. Да, он громко перед людьми так говорил, однако, тот стал человек, который говорит, что смог освободиться от всех своих грехов, да, он видит, что он ненормальный. И он спрашивает, ну как же ты получил прощение грехов, а ну-ка расскажи. Однако, внутри же его сердце стало мягким, и этот заключенный сказал, послушайте, и рассказал, как он получил прощение грехов. Однако, слова, которые использует, тоже совсем незнакомые для него, поскольку никогда не ходил в церковь, и не знает, что такое искупление, он не знает, он не мог совсем понять вообще, что рассказывать ему. Однако, этот человек точно получил прощение грехов. Если я постараюсь, тогда я тоже хочу получить прощение грехов, как этот заключенный, но не знает, как, поэтому ему казалось, что он сойдет с ума. А ну-ка, расскажи, как, еще раз. Ну как, я же вам рассказываю. Ну, еще раз расскажи, еще раз, я тебя не понимаю. Ну, почему же ты не понимаешь? Вот так вот. И знаете, если бы раньше это было бы, он бы мог бы даже побить, однако, он все равно просил его, спрашивал подробно. Ну, ему было тяжело, почему? Потому что действительно хочет получить прощение грехов, однако, даже есть человек, который освободился от грехов и рассказывает, как он может освободиться от греха, но ни одного слова не может понять из его уст. и поэтому он не мог вытерпеть и сказал, ой, послушай, еще раз, можешь объяснить? И потом он сказал, но почему же вы так не понимаете меня? И вытащил одну книгу. И эта книга, это очень известная книга «Секрет прощения грехов и рождения свыше». А, да. И кто-то ему послал книгу, и он читал эту книгу и получил прощение грехов. И эту книгу ему передали и говорит, слушайте, это для меня большое сокровище, поэтому нужно аккуратно относиться к этой книге. И когда он начал читать книгу, потихоньку начал понимать. После обеда он начал читать книгу очень внимательно. Стал вечер, все легли спать, но он все равно читал книгу. Однако даже в этой книге были те вещи, которые были ему совсем непонятны. Он думал, что это за книга, о чем же здесь говорится? Что, о чем же здесь говорится? Ему казалось, что он сойдет с ума, потому что не может понять, что написано в книге, поэтому начал будить. Там вот заключенный говорит, послушай, послушай, расскажи мне, пожалуйста, давайте завтра. Нет, нет, один раз, пожалуйста, объясни, вот этот, вот этот моментик, пожалуйста, объясни мне. Ну, господи, дайте поспать. Пожалуйста, помоги. А, вот это вы имеете ввиду? Так это же вот что значит. А, вот как, все, все, ложись спать. Спасибо. Спасибо. Когда рано утром солнце начало восходить, да, начинает светлить, и Кингисон, чье сердце было во грехе, полностью получило прощение грехов. Радость, счастье начали переполнять его. И я получил прощение грехов. С того момента Кингисон начал меняться. Он начал меняться. Братич Монг Соб старается, чтобы освободиться от алкоголя. Но чем алкоголь? Нужно принимать лекарство, которое будет сильнее, чем алкоголь. Правильно? И это лекарство это Новый Завет. Это слово. Кевриям 10 глава 14 стих я ему прочитал. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Он это кто? Это Иисус. Иисус умирает на кресте и через ту жертву, которую Он принес, очистил наш грех навсегда и сделал нас совершенными. сердце человека оно такое интересное. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Это слово Божие. И читая это слово, есть те, которые продолжают говорить, что они грешники. на самом деле это так смешно. Ведь слово Божие. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. это слово, это слово Библии. И когда я это слово принимаю в мое сердце, тогда я кровью Иисуса Христа стал чистым. Вот о чем мы должны говорить, правильно? однако как говорится в Библии, ибо Он, то есть Иисус одним приношением, то есть через то, что Иисус отдал свое тело к жертву, навсегда сделал совершенными нас. Это слово Бога, правильно? Слово Библии. Однако брат Шимонгсоб хотя Библия говорит нам так. Он же считает, что Он несовершенный, правильно? Ему кажется, что Он несовершенный. Почему? Потому что, ну как, я же ежедневно пью по 10, по 12 бутыл алкоголя. Какой я совершенный? но что важно? Библия говорится, что «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Это слово Бога. Я же читаю, пью, ворую, ругаюсь, поэтому я несовершенный. Так ведь? Да, в Библии хотя написано по-другому, но мы же, когда смотрим на себя, мы не такие, как написано в слове. Да, «Бракшимусоп, ты совершенный?» Он говорит, «Нет, я несовершенный пастор». Естественно, он так скажет, правильно? Да, когда он смотрит на себя, он несовершенный. Да, одинакового «шимусопа» мы ставим перед собой, правильно? И мы беседуем. Да, поставив того же «шимусопа», кто знает лучше всего «шимусопа?» Да, он сам себя лучше всех знает, правильно? И он ни в коем случае несовершенный. Так ведь? Ежедневно он пьет, да, совершает проблемы в семье. какой он может быть совершенным? Естественно, ему кажется, что он несовершенный. Но на того же «шимусопа», когда сам «шимусоп» смотрит на себя, он говорит, что он несовершенный, однако Бог же говорит что «ты совершенный». Так ведь в слове написано. В слове написано «Я сказал брату, брат, да, ты несовершенный, однако Иисус говорит, что ты совершенный». Тогда скажи «Ты прав? Или же слово Иисуса правильно?» Я у него спросил. Скажите «Кто прав?» «Слово Иисуса правильно». Он говорит «Слово Иисуса правильно». Тогда Иисус говорит, что ты совершенный, а ты говоришь, что ты несовершенный. Тогда ты совершенный, правильно? Он говорит, нет, я несовершенный. Да, и мы об одном том же говорили 15 минут. Да, может, тебе кажется, ты несовершенный, но слово говорит, что ты совершенный. Кто прав, ты или Бог? Если Бог говорит совершенный, значит, ты совершенный, разве не так? И он сам начал путаться. Как бы он ни смотрел на себя, он несовершенный, потому что он алкоголик, пьет. Но Иисус говорит, что я совершенный. Что, Бог ошибся, что ли? Не так же. Да, я точно не знаю, однако я совершенный, потому что Бог так говорит. Да, ты, может быть, на себя смотришь, и ты кажется, что ты несовершенный, но неужели Иисус ошибся? Не так же. Скажите, Иисус знает, кто мы? Знает, конечно. И об этом мы 15 минут разговаривали с ним, боролись с ним. Когда прошло 15 минут, брат Шимусап сказал, я спросил, ты совершенный? Он говорит, да, я совершенный пастор. Правда? Да, пастор. Даже если ты будешь пить? Да. Иисус говорит, что я совершенный, значит, я совершенный. На самом деле, это огромное изменение. Да, хотя не совершенный, но стал совершенным. Именно поэтому мы, когда живем, да, я же несовершенный, поэтому я пью. Я несовершенный, поэтому я делаю плохие вещи. Да, если мы чисты, мы боимся сделать плохое, чтобы не разбить нашу чистоту. Этот брат же впервые он да, перед всеми сказал, что он совершенный, хотя он был алкоголиком. когда он стал совершенным, когда он в душе поверил о том, что кровь Иисуса Христа он стал совершенным, тогда, с того момента, он перестал думать об алкоголе. Он стал удивительным человека. Смотрите, если бы вы, да, вы же люди, если кто-то вам скажет, что вы свиня, никто же из вас не скажет, что да, я свиня. Вы же люди, но если кто-то вам скажет, что вы собака, что вы скажете? Как это я собака? Я что, гавкаю? Почему же этот человек не жил совершенной жизнью? Потому что он считал, что я несовершенный. Кровью Иисуса Христа мой грех был омыт. Когда я смотрю на себя, может быть, я сквертный, грязный, злой человек. И да, действительно, я совершил много греха. Однако, Иисус говорит мне, что я совершенный, значит, я совершенный. Да, может быть, я пьян, но все равно я совершенный. Я свят. Я чист. Почему? Потому что, чем мои мысли, слово Иисуса праведно. Иисус не скажет мне, что я совершенный, если я несовершенный. Он не обманывает. Он говорит только истину. И если Он говорит, что я совершенный, значит, я совершенный. Да, я пью, однако я совершенный. И после того, как образуется вера, мысли мои, которые были несовершенными, они уходят. И я поверил, что я стал совершенным. И сердце, любовь Иисуса Христа начинает менять этого человека. Вчера на Агариты Док я встретился с братом Шимусоп, и мы с ним немножко беседовали. Мы немножко поговорили с ним. Сейчас он в городе Чиньок служит Богу. Его супруга очень счастлива. Он перестал пить, и тогда лицо стало намного лучше, поправился даже. И так радуется. Попробуйте стать пастором. Такой человек, как я, который никем не является, видя, как они меняются через слово, такая большая радость наполняет сердце наше. Иногда ты возвращаешься домой после того, как пообщался с кем-то. столько радости на сердце. И как-то хочется передать эту радость и моей супруге. И думаешь, интересно, моя супруга знает такую радость? Интересно, знает ли она это счастье? Прошлый раз брат Кинь Дюнг Ньо. Я поехал к нему, чтобы встретиться на пути. на семинар, я ехал и поехал к нему. И я посетил в одну церковь, где наш брат находится. Этот брат, он ежедневно ругается с супругой. Он делал так, что жене было очень тяжело. Чуть что, он говорит, почему ты поздоровался с этим человеком? Кто он для тебя? Если поздоровается, скажет, да, почему ты здороваешься с ним? И сестра, она не могла больше терпеть мужа. Поэтому она пришла в церковь. И там есть евангелист. И я вместе с ним начал завтракать. Когда я смотрю, я сказал ему, мне кажется, ты слушаешь голос злого духа. Смотри, твоя супруга, я, конечно, ее хорошо не знаю, но она не такая, как ты говоришь. Почему же ты такими глазами, таким взглядом смотришь на свою супругу? Если ты будешь смотреть дальше такими глазами на супругу, тогда ты будешь с ума сходить. Например, она не улыбалась, а ты говоришь, что она улыбалась. Тогда и улыбаться проблема будет, не улыбаться будут проблемы. Смотреть будут проблемы. Или даже если просто рядом находится, будут проблемы. Все будет проблемой. я сказал послушай мне кажется злой дух держит твое сердце сейчас да, ты усердно трудишься да, сердцем трудись, это хорошо и я хочу тебя поставить пресс-виктора однако скажи, почему же ты так относишься к своей супруге твоя супруга она очень приличная да, почему же ты так смотришь на нее плохо, негативно я очень серьезно начал говорить с ней об этом потому что они часто ругаются тогда да, этот брат он полностью поменял свое сердце и теперь этот брат начал любить свою супругу начал действительно лучше и лучше становиться но проблема, что после этого жена начала попадать под мысли знаете, когда муж мучил ее, да она всем сердцем служила Богу а сейчас она не перестала ходить в церковь поэтому на конференции мы встретились и я помолился над ней да, и она поблагодарила смотрите, мы имеем сердце, которое отличается от Иисуса да, воровать, прелюбодействовать обманывать не только подобные вещи но наша сущность наше сердце отличается от сердца Иисуса поэтому Библии написано ибо в вас должны быть те же чувствования какие и во Христе Иисусе другими словами чувствование Иисуса Христа слово Иисуса Христа мы должны принимать наше сердце и веровать в это тогда мы будем меняться мы имеем злые, грязные, скверные сердца и живем с ними не надо пытаться перестать быть такими оставить это сердце и принять сердце Иисуса да человек, который, например сеет корейскую дыню да когда попробовал посадить тыкву вместе он видит что у тыквы большие плоды крепкие плоды а дыня же корейская она очень слабая и он думает почему же корейская дыня такая маленькая и слабая а потому что корни слабые тогда для того чтобы были твердые крепкие корни дает удобрение которое укрепляет корни однако оно не дает большого эффекта и тогда что он начал изучать начал сажать тыкву и дыню потом когда они вырастают примерно 10 сантиметров тогда отрезает тыкву и к корню тыквы прививает корейскую дыню тогда да у корейской дыни были слабые корни и поэтому когда ветер сильный подует тогда растение просто высыхало быстро а у тыквы же корни твердые крепкие хорошие поэтому предоставляется очень много питательных веществ и если раньше корейская дыня давала только 3 раза плодов максимум в год тогда теперь поскольку корни твердые можно дать по 5 раз понимаете да этот принцип очень простой способ для того чтобы мы могли жить в этом мире нужно отрезать наши корни и соединиться с корнем который называется Иисус понимаете да оставляем наше сердце и принимаем сердце Иисуса когда я смотрю на себя я грешник потому что я совершил много греха однако Иисус говорит ибо он одним приношением на все это сделал совершенными освящаемых а вот как значит он сделал меня совершенным и нам нужно просто принимать оставлять наши мысли принимать слово Иисуса многие люди тогда поменяются изменятся когда я читал Библию что говорится в слове Иисус говорит сколько же лучше человек кого кого лучше да овцы сколько же лучше человек овцы да и коровы и козы дорогие однако сколько же лучше человек овцы говорит Иисус это слово на самом деле это удивительное слово сколько же лучше человек овцы Иисус Иисус говорит людям о том что ты лучше понимаете какой ты лучший ты же всегда постоянно ругаешься ты же постоянно пьешь какой ты лучше да нам так кажется однако Иисус говорит сколько же лучше человек овцы Иисус этому молодому человеку которого зовут оксупак грязный скверный который живет как попало ужасной жизнью жил но что говорит Иисус сколько же лучше человек овцы и этот человек в этом человеке входит и оксупак именно поэтому оксупак Иисус говорит мне что я лучше а значит я ценный я стал ценным понимаете сколько же лучше человек овцы да овцы тоже ценные правильно однако такой грязный как я грязному человеку как я Иисус говорит сколько же лучше овцы человек мне кажется нет я не лучший я не ценный я никакой я грязный злой как бы я не кричал об это Иисус говорит сколько же лучше человек овцы это слова Иисуса да эти слова звучат в моем сердце да я лучше я ценнее ценнее чем овцы когда я поверил в это тогда действительно я стал ценным как мы поверим поверен нашей будет аминь смотрите те которые ходят в церковь ой для того чтобы услышать что они чистые они думают что я должен стать чистым но как я который не чист могу сказать что я чист но на самом деле если Иисус говорит что я чист значит я чист оставляем наши мысли и когда мы принимаем слово Иисуса этот человек есть тот который верует в Иисуса аминь я видел как многие люди через такого как я получают прощение грехов не потому что я хорошо что-то умею делать я говорю Шима Усо послушай Бог говорит о том что праведник о том что ты свят о том что он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых смотри ведь так говорится в слове да написано пастор в слове так тогда ты совершенный нет Библия говорит что ты совершенный а ты говоришь что ты несовершенный это кто прав ты или же слово он говорит слово правильно тогда ты совершенный правильно он говорит нет я несовершенный пастор 30 минут мы об этом говорили и говорили понимаете последние 15 минут я победил да ты говоришь что ты несовершенный но Бог говорит что ты совершенный тогда кто прав Бог или ты Он говорит, слово Бога правильное. Тогда ты совершенны или нет? Нет. Ах ты! Послушайте. Многие люди хотят быть выше, чем Бог. Они говорят, что они совершенны, когда им это кажется. Однако, даже если мне это кажется, если в глазах Бога мы совершенны, значит мы совершенны. Понимаете это? Когда Он говорит, что мы совершенны, в Его глазах мы совершенны. Поэтому Бог говорит, если мы не совершенны в глазах Господа Бога, Бог никогда не скажет, что мы совершенны. Мы грязные, скверные люди, но в глазах Господа Бога мы совершенны. Почему? Кровью Иисуса Христа. Вот почему. И когда мы веруем в это. Да? Знаете, личинка, да, она вырастает и потом превращается в стрекозу. Правильно? И тогда быстро-быстро проходит кровотечение, и он раскрывает свои крылья. Однако, скажите, она сейчас в виде стрекозы или в виде просто личинки? Да, она превратилась полностью в стрекозу, внешним видом. Однако, она ведь никогда до этого не летала. И поэтому она не знает, что она является стрекозой. Правильно? Но она не стрекоза? Даже если не летала. Скажите, это стрекоза или не стрекоза? Нужно ли ей взлететь? Да, надо взлететь просто. Однако, если эта личинка говорит, что нет, я не могу летать, тогда не сможет взлететь. Правильно? Тогда другой насекомый может прилететь и съесть его, и тогда он погибнет. Да, стрекоза начинает трясти крыльями, и потом на второй раз уже взлетает и улетает. И уже уверена, что она стала стрекозой. До этого боялась. Да, мне тоже не верится, что я совершенный. Я правильник? Как такое может быть? Мы не можем поверить. Когда я смотрю на себя, я ворую. Да, я плохой человек, злой человек. Как я могу сказать, что я свят? Я не свят. Я не правильник. Так мы говорим. Но. Тогда бороться должен Иисус, а не я. Да, мне кажется, что не так, но Иисус говорит, что я совершенный. Если Он говорит, что я совершенный, тогда... Разве Он говорит, не зная, что я совершил грех, не зная, что я слабый? Нет. Он зная. Да, говорит, что я праведник. Почему? Потому что кровью Иисуса Христа я получил прощение грехов. Когда мы смотрим на себя. Да. Если нам кажется неправильным, мы можем сказать, что неправильным. Но человек веры. Даже если я, когда смотрю на себя, я грязный. Но тот, который принимает, что сделал Иисус, это действительно истинный человек Божий. Даже если мне кажется, что я грязный, скверный, злой человек. Однако, если Иисус говорит, что я праведник, значит, я стал праведным навсегда. Аминь. Петр. Трижды отрекся от Иисуса. И он говорил, что он немощный. Какой я там апостол? Нет, никак. Я просто рыболов. Я же не достоин. Зря я три года следовал за Иисусом. Я все равно рыболов. И он сдался. Иисус уже воскрес. Но он не радуется из-за того, что Иисус воскрес. Наоборот, он пошел ловить рыбу. Бросает сеть. И говорит, вот, не могу поймать рыбу даже. Но Иисус подошел к нему. Приготовил завтрак. И говорит Петр. Иисус хотел, чтобы Петр понял, что он праведник. Да, ты отрекся от меня. Но это была ошибка просто. Однако ты тот, который любит меня. Иисус хотел этому показать. Поэтому Иисус спрашивает. Симон и Анин. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр. Как бы он ни смотрел на себя. Он видел, что да, действительно любит Иисуса. Однако, он же, он имел опыт, когда он громко говорил, что он не предаст, но предал. Поэтому он сказал. Ты знаешь, что я люблю тебя. Другими словами, он не говорит, что он не любит Иисуса. Правильно? Тогда Иисус говорит, паси овец моих. Иисус говорит мне, чтобы я пас его овец. Как я могу пасти? Я же отрекся от Иисуса. Однако, Иисус говорит, что я совершенный. Говорит, что я пастырь его овец. Да. Иисус тогда, я понял. Хорошо. И с того момента, да, у него была и любовь, и было сердце, которое отвергло Иисуса. То, что он оставляет, да, а то, что он любит, это было не настоящим. А теперь, то, что он любит, является моим. А то, что я отрекся от Иисуса, это было не моим. И теперь я тоже люблю Иисуса. И этой любовью он мог поднять и хромого, и мертвого воскресить. Стал человеком силы. И это мы называем верою. Когда я смотрю на себя, я грязный, скверный человек. Однако, если Иисус говорит, что я праведник, тогда, когда мы говорим, что мы праведники, это и есть вера в Иисуса Христа. А если мы говорим, нет, я грешник, это вера в себя. Понимаете? Мы до сих пор верили своим мыслям. Однако, когда мы веруем, что я праведник, тогда многие люди, я видел, как они меняются. Да, мы хотим верить только тогда, когда увидим, что мы стали чистыми. Однако, в наших глазах мы несовершенные, но в глазах Иисуса мы уже совершенные. Поэтому мы оставляем наши глаза и принимаем глаза Иисуса Христа, как наш взгляд, И тогда, если Иисус говорит, что мы святы, значит, мы святы. Когда мы так веруем, тогда вы становитесь маленькими Иисусами и будете освящать этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok